Реализация 50 региональных и 11 национальных проектов, в их числе строительство новых школ и домов культуры, ремонт дорог и больниц, выплаты медикам и многодетным семьям. Так выглядят итоги двухлетней работы Владимира Сипягина на посту губернатора. В 2019 году у нас открыты образовательные школы на тысячу мест в городе Собинка, на 550 учащихся в микрорайоне Кольчугина. В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию следующих объектов. Это школа на 675 мест в Камешково, школа на 132 учащихся в деревне Куприево Гуськустального района. Кроме этого, вы знаете, что начато строительство микрорайона Комунар, замечательная школа города Владимира на 1100 мест. В прошлом году область вошла в шестерку регионов с лучшей реализацией нацпроекта «Спорт. Норма жизни». К занятиям физкультуры удалось привлечь более 500 жителей. При этом возраст самого маленького спортсмена всего 4 года. Будущий хоккеист Арсений Агеев впервые встал на лед на новом стадионе «Труд». Открытие спортивного комплекса жители Юрьев-Польского ждали полтора года. Мы катаемся для себя, мы не спортсмены. Привели ребенка, чтобы ему показать каток, что надо вставать на коньке. Чтобы здоровью спортсменов и других жителей области ничего не угрожало, в регионе открылись 17 новых ФАПов и одну амбулаторию. Еще три фельдшерско-акушерских пункта начнут работу в сентябре этого года. Кроме того, областные власти закупили 9 автомобилей скорой медицинской помощи и 25 машин для поликлиник. В этих машинах есть все необходимое оборудование. И переносные аппараты ИВЛ, и дефибрилляторы, и кислород, как бы централизован, который как раз нужен, допустим, больным с пневмониями тяжелыми, и вакуумные аспираторы, и всевозможные укладки скорой неотложной помощи. В планах губернатора расширить областную детскую клиническую больницу. Для этого на ее территории будет построен инфекционный корпус. Проект уже разработан. Государственная экспертиза дала положительное заключение. В апреле президент согласился с предложением Владимира Сипягина перенаправить на строительство корпуса оставшиеся в регионе свободные федеральные средства. У нас давно назрела проблема обеспечения детей инфекционными койками, инфекционным корпусом современным. И как вы знаете, что инфекционные койки, которые у нас расположены в городской больнице номер 2, они были уже созданы давно по старым санитарным требованиям. И поэтому вопрос этот является очень актуальным. Поддержал президент и предложение губернатора о финансировании Ирпенского проезда во Владимире. Он нужен областному центру, чтобы разгрузить Допросельскую улицу и сократить путь от Суздальского проспекта до улицы Мира. Около двух километров дороги будут стоить более 2,5 миллиардов рублей. Ожидается, что проект реализуют в течение трех лет. Проектирование дороги уже выполнено. В основном на это израсходное средство областного бюджета – это 15 миллионов рублей. И с муниципальным софинансированием – это 0,7 700 тысяч рублей. Мы рассчитываем на положительный ответ. В ближайшее время министерство выделения субсидий. И тогда у нас, начиная с 20-го и в дальнейшем, в 21-м и так далее, году можно приступать к строительству этой дороги, которая поможет наконец-то разгрузить восточную часть города Владимира от пробок. В планах на будущее еще более масштабные проекты. В их числе строительство многофункционального дворца спорта близ в ЛГУ. В комплексе оборудуют универсальную спортивную арену, 8 тренировочных залов, медкабинеты, восстановительную комнату. Еще один проект коснется строительства северного обхода Владимира. Он позволит разгрузить участок федеральной трассы М7 «Волга» от транзитного транспорта и в перспективе сделает его частью городской дорожной сети. Пандемия коронавируса, уверяет губернатор, на этих задумках не скажется. Сэкономленные в течение двух лет средства позволят реализовать намеченные проекты. Ольга Ельфимова, Евгения Волкова и Олег Маньков. Губерния 33.